Всем привет, друзья! Сегодня мы поговорим о том, откуда наш организм берет энергию для того, чтобы наращивать мышечную массу и как мышечная масса вообще образуется. Полетели! Что же дает мышцам энергию? Прежде чем заставить мышцы интенсивно работать, вы должны обеспечить их правильным топливом. Мышечные клетки, как и любые другие, получают энергию за счет АТФ. Оно заставляет мышцы сокращаться, помогает передавать нервные импульсы и участвует в других процессах, связанных с энергообменом на клеточном уровне. Мышечные клетки производят АТФ, соединяя кислород с полученными из пищепитательными веществами, главным образом углеводами. В качестве топлива для мышц может использоваться и жир, но он расщепляется только при наличии кислорода. Клетки мышечной ткани предпочитают углеводы сжигать, жир откладывать в виде запасов, а белок использовать для роста мышечной ткани и восстановления белковых структур. Клетки организма генерируют АТФ с помощью одной из трех энергосистем – фосфогенной, гликолитической и окислительной. Так, друзья, что такое фосфогенная система? В фосфогенной системе участвуют АТФ и КФ. АТФ – это вообще аденозин-3-фосфат, расшифровывается, и это изначально наша энергия, за счет которой мы вообще живем. Следующее – это КФ, креатин-фосфат. То есть, смотрите, когда вы побегали, позанимались весами, у вас заканчивается сначала АТФ, и потом на пару секунд замещается это все креатин-фосфатом. Всего лишь пару секунд. И когда вы продолжительное время занимаетесь, то у вас тратится и АТФ, и КФ, и потом уже должно все это восстановиться. Но это уже работа других энергосистем. Гликолитическая система позволяет мышцам усвоить глюкозу путем расщепления либо поступивших с пищей углеводов, либо мышечного или печеночного гликогена – особой формой хранения углеводов. В процессе так называемого гликолиза гликоген расщепляется до глюкозы, и в результате ряда химических реакций в конечном итоге преобразуется в АТФ. Запас гликогена в мышцах способен обеспечить их энергией на 2-3 минуты интенсивной нагрузки. Если организму хватает кислорода, то большая часть АТФ будет синтезирована из глюкозы. Если запас кислорода ограничен, его нет совсем, в мышцах образуется молочная кислота. Это продукт распада глюкозы. Именно увеличение количества в работающих мышцах молочной кислоты вызывает ощущение сжения и приводит к утомлению мышцы, остановке ее сокращения. Молочная кислота уйдет из мышцы, когда для восстановления запасов АТФ и КФ снова будет достаточно кислорода. Короткий отдых даст организму доставить кислород в мышцы, после чего вы сможете продолжить тренировку. Третья энергетическая система называется окислительная. Она отвечает за обеспечение организма энергии при аэробной нагрузке и других занятиях, требующих выносливости. Несмотря на то, что эта система способна самостоятельно поддерживать нужный уровень энергии в организме во время выполнения упражнений на выносливость, в процессе в той или иной мере участвуют все три энергетических системы. Но фосфогенная и гликолитическая все-таки доминируют во время силовой тренировки. Друзья, если вы досмотрели это научное видео до конца и вам понравилось, то обязательно напишите в комментариях, что вам понравилось и поставьте этому видео лайк. Потому что немногие люди любят вот такие обучалки, любят развлекаловы и все такое, но некоторые есть люди, которые хотят образовываться. Поэтому обязательно поставьте лайк и напишите комментарий. И если вы хотите уже приступить к тренировкам, не знаете как питаться, не знаете как тренироваться, то мой сайт для вас you are welcome. Заходите на сайт archumoris.com, покупайте программу, они очень там дешевые, специально все для вас. И вы научитесь, как правильно питаться, как составлять себе программу питания, как тренироваться. И все будет у вас круто, вы нарастите огромные базуки. А так, спасибо большое за внимание, увидимся в следующем выпуске. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА